КОНЕЦ В нашем центре работает 38 педагогов, 120 объединений по интересам. Большой блок кружков декоративно-прикладного творчества. Две студии с 1998 года носят звание народных коллективов. Народная студия «Маринка», которой руководит талантливый творческий педагог Гневчинская Лариса Николаевна, приглашает освоить фитодизайн, роспись по стеклу, изготовление декоративных работ из кожи, художественную вышивку. В студии учащиеся узнают о традиционных белорусских ремеслах, учатся использовать народные традиции в современных работах. Созданная в студии работы украсит любой интерьер. Работы учащихся студии пользуются большим спросом на ярмарках-продажах, получают на областных и республиканских выставках дипломы. Народная студия «Фантазия» предлагает такие виды творчества, как моделирование и конструирование одежды, изучение обрядовых кукол, пошив предметов для интерьера, изготовление украшений и сувениров из бисера. Работают в студии настоящие мастера своего дела – Харитончик Татьяна Францевна и Гнатюк Екатерина Михайловна. Они учат создавать современные вещи и не забывать историю и традиции своего народа. Народные куклы, украшения с использованием орнаментальных узоров известны у нас в районе, а также в области и республике. Воспитанники создают удивительные вещи для себя и своих родных. В других кружках декоративно-прикладного творчества – керамика и гончарство, мягкая игрушка, ниточный дизайн и выжигание по ткани, изобразительное искусство, вязание, керамическая игрушка. Дети получат трудовые навыки, умение создавать красоту своими руками, видеть ее в обыденных вещах, а также научатся работать в коллективе, радоваться успехам своих товарищей. Все это, несомненно, положительно повлияет на их воспитание. Ведь каждый родитель хочет видеть в будущем своего ребенка трудолюбивым, аккуратным, умеющим строить отношения с окружающими его людьми. Работают с этими коллективами Тамразов Асур Зарабович, Дорохина Светлана Александровна, Король Татьяна Антоновна, Лейковская Наталья Васильевна, Размыслович Людмила Викторовна, Валуева Юлия Владимировна. Центр творчества детей и молодежи «Светанок» приглашает к себе дошкольников и школьников, которые хотят научиться играть на музыкальном инструменте, петь, танцевать. Занятия в этих кружках воспитывают в детях стремление к прекрасному, любовь к музыке, хороший художественный вкус. В студии вокала у нас работают два педагога. Это Ладутька Наталья Григорьевна и Казак Елена Леонидовна. Для занятий вокалом у нас есть вся необходимая музыкальная аппаратура и условия для развития способностей. Учащиеся студии – постоянные участники концертов на районных и городских мероприятиях и непосредственно в «Светанке». На областном празднике «Майский вальс» наш воспитанник, Желук Егор, получил специальный приз композитора Игоря Михайловича Лученко. Кружок баянистов ведет муководщик Василий Петрович, замечательный музыкант, имеющий большой опыт работы с детьми. Этот музыкальный инструмент никогда не устаревает, и интерес к нему не исчезает. На любом концерте юных музыкантов встречают с радостью и аплодисментами. Кружком гитаристов уже много лет руководит Фрид Дмитрий Владимирович. Многим школьникам он привил любовь к музыке, хороший музыкальный вкус, научил дарить свое мастерство слушателям. Гитаристы сотрудничают с кружком ударных инструментов – вокально-инструментальным ансамблем. Ударные инструменты пользуются большой популярностью у мальчиков и девочек. Совместно с объединением гитаристов они создают прекрасные музыкальные композиции. Руководит этим коллективом Козырев Олег Владимирович. Вокально-инструментальный ансамбль, которого сглавляет Уласевич Константин Анатольевич, объединяет юных музыкантов. В ансамбле они не только владевают игрой на музыкальном инструменте для себя, но радуют своим творчеством всех любителей музыки. В их репертуаре – произведение, которое любит молодежь. Танцевальным кружком руководит Журок Светлана Владимировна. Для занятий у нас есть просторный зал с зеркалами, станком, костюмерные множество костюмов, и каждый год мы шьем новые. Без наших танцоров не обходится ни одно мероприятие, а ни украшение любого концерта. Педагог находится постоянно в поиске, ставит новые танцы, чтобы каждый ребенок мог проявить себя на сцене. А еще танцы – это физическое здоровье ребенка, работа над правильной осанкой, грациозностью, красивой походкой. В «Новой Заре» много лет работает кружок игры на народных инструментах. Опытный педагог Дюрягина Людмила Михайловна занимается музыкальным и эстетическим воспитанием детей, учит их играть в ансамбле, показывать свое мастерство на сцене. Два года у нас работает студия для дошкольников. Называется она «Солнышко». Дети учатся рисовать, петь, танцевать, играть и общаться. Они, как маленькие солнышки, украшают своим выступлением любое мероприятие. Работают с малышами Казак Елена Леонидовна, Журок Светлана Владимировна, Лейковская Наталья Васильевна. Технических кружков у нас, к сожалению, немного, но те, что есть, дают детям очень важные знания и умения. Занятия в спортивно-техническом клубе под руководством хижника Михаила Григорьевича помогают мальчикам вырасти настоящими мужчинами, хозяйственными, умелыми. Ведь здесь они научатся работать с инструментом, на станках, ремонтировать и водить мотоциклы, придумывать новые технические приспособления. Наши дети растут, меняются их интересы, но всегда у них есть стремление к коллективу, к компании. Это тревожит нас, взрослых. Мы хотим, чтобы подростковые компании приносили пользу нашему ребенку. Во всех коллективах нашего центра мы ведем с ребятами большую воспитательную работу, вовлекаем их в полезные мероприятия. И есть дети, которые с детства любят быть организаторами, лидерами, любят быть на виду. Эти их качества мы поддерживаем и развиваем в наших клубах. Клуб «Карусели» занимается организацией мероприятий, на которые приглашаются родители. Члены клуба сценарии сочиняют вместе со своим руководителем, выступают ведущими на конкурсах, вечерах отдыха. Клуб «Юный спасатель» воспитывает мужественность, спортивность, умение не теряться в сложной обстановке. Руководит им профессионал своего дела, работник МЧС Делендик Николай Анатольевич. И, возможно, занятия в клубе станут начальной ступенькой к дальнейшему профессиональному мастерству. В клубе «Сукветти» работают две секции. Одна называется «Лидер». В нее входят ребята, которые являются членами Белорусско-республиканской пионерской организации. Возглавляет лидер Денисова Оксана Олеговна. Она развивает в детях организаторские умения, помогает преодолевать робость в общении при выступлении перед аудиторией. Вторая секция называется «Школа красоты и здоровья». Занимаются в ней девочки, которые с детства владевают секретами здорового образа жизни, питания, ухода за собой. Ведет по тропинке познания такого важного для каждой женщины искусства корень Ольга Александровна. Кружок «Мой друг компьютер» помогает разобраться в сложном мире информации, извлечь из него полезное для себя. Подружиться с компьютером не для игры, а для знания – это главная цель кружка, которым руководит Глинский Александр Анатольевич. Мы все понимаем, что строить свою учебу, карьеру наши дети смогут только в дружбе с компьютером. Все взрослые хотят, чтобы их ребенок был умным, успешным и не огорчал близких плохими поступками. Если ваш ребенок не занят свободное время полезным и интересным для него делом, он все равно не будет сидеть долгое время за уроками. Он будет искать себе занятия во дворе, на улице, в подвале и еще где-нибудь. И часто эти занятия приносят потом неприятности и ребенку, и родителям. Но если ваш ребенок пришел в наш центр святанок, вы можете быть уверенными, что здесь он приобретет те знания и умения, которые сделают его духовно богаче, разовьют интеллектуально. Записаться в наше объединение по интересам можно каждый день с 8 до 17, перерыв на обед с 13 до 14, в методическом кабинете, кабинет номер 8, или непосредственно в кабинетах, где проходят занятия. Занятия в кружках бесплатные. Платные у нас занятия в студии «Солнышко». С 1 по 10 сентября у нас проводятся Дни открытых дверей для учащихся, родителей и всех тех, кто заинтересован в полезном и творческом воспитании наших детей. Вы можете прийти, пройти по учебным кабинетам, побеседовать с педагогами и заново открыть для себя чудесный мир детства и творчества. Продолжение следует... Ждем вас в нашем светанке!